итак всем привет уважаемые зрители своего и это будет такой быстрый урок по геймейкеру как взять шкалу выносливости шкала выносливости вообще делается очень просто половина кода у меня уже дать даже весь код у меня уже готов так что я не буду во-первых тупить во-вторых во первых во вторых урок будет быстро потому что мне надо спешить значит переменные перемены мы добавляем стамину которая равняется стам то есть это и количество нашей стамины и все и все такое это это максимальное количество стамины то есть максимальное количество выносливости хорошо теперь давайте-ка зайдем степ степел я добавил здесь именно вот такой вот кодик значит смотрите что мы проверяем есть стамина больше нуля то есть есть стамина меньше нуля то она равняется нулю это я сделал чтобы избежать того что что наша стамина будет минус 0 и из-за из-за этого у нас будут могут случиться проблемы затем если стамина равняется нулю и если у нас скорость больше чем скорости ходьбы то тогда у нас скорость равняется скорость ходьбы то есть это когда мы бегаем когда мы бей ARG и стамины у нас 0 то тогда получается наша горизонтальная скорость равне Gardens скорость ходьбы то же самое с противоположной стороной Значит, каждое время стамина у нас повышается на 1, то есть, когда мы отдыхаем. Давайте даже напишу так. Если ХСП равно 0, то тогда стамина плюс равно 1. Нет. Если ХСП больше или равно. Волк, спид, макс. Волк, макс, спид. Так, вроде бы, да. Нет, больше. Волк, макс, спид. То тогда стамина у нас будет равна единице. И если мы это скопируем, ставим и поменяем просто волк, макс, спид на минус волк, макс, спид. И заменим больше на меньше. То тогда у нас будет примерно то же самое, только в другую сторону. То есть, даже не так. Я все правильно описал. Только я что-то решил, что я неправильно писал. Меньше. И больше. Все. То есть, если мы ходим со скоростью скорости ходьбы или меньше, то нам стамина прибавляется. Если мы бежим, то есть больше, то тогда нам она не прибавляется. Значит, теперь если стамина больше максимального количества стамины, то тогда стамина равняется обычному числу стамины. Это для того, чтобы избежать, опять же, еще одно зло. То есть, когда стамины больше, чем 100. Значит, теперь проверяем. Теперь как мы проверяем на то, что можем мы бежать или нет. Ну, то есть, на исчерпание стамины. Я проверяю, если кнопка нажата Keyrite. Кстати, мне интересно, можно ли использовать здесь просто. Keyrite и KeyLeft. Вот, можно использовать, я думаю, и с директом, значит, стамина больше нуля. То есть, если мы можем бежать, и у нас есть на это выносливость, то тогда, ну и, естественно, наша скорость больше, чем скорость ходьбы. То тогда у нас стамина отнимается. Ну, в общем, такого макара все работает. Я надеюсь, это понятно. Ладно, перейдем дальше. С шагами мы завершили, но мы хотим нарисовать нашу полоску стамины. Для этого мы создаем DrawEvent, то есть, рисование. И, значит, пишем следующее. DrawSelf. То есть, если мы, допустим, уберем этот код, то тогда наш персонаж пропадет, потому что он не будет самого себя рисовать. То есть, фактически, мы убираем. У меня компилируется код. Вот, как вы можете наблюдать, если я убрал DrawSelf, у меня персонаж, конечно, он еще функционален, но его не видно. Кстати, мне интересно, что будет... А, кстати говоря, у меня он, по идее, сейчас столкновенный с землей, но это мы не видим. Так, вот DrawSelf, он будет рисовать себя. Теперь DrawHelfBar. DrawHelfBar, это нарисовать такой вот хелфбар, ну, то есть, полоску со здоровьем или что-то в этом роде. По координатам определенные. Это первая х, это координаты первого угла, х, у, а 36 это координаты второго угла, противоположного. Значит, стамина, это то, по какой перемене он будет ориентироваться и какое значение ему будет придаваться. C-Gray, это задний фон, то есть, на хелфбаре, то есть, то, что будет за шкалой. C-Blue, это, то есть, какого цвета будет сама шкала, и когда она максимальная, на максимальное количество, а это когда она будет на минимальное количество. То есть, можно, допустим, из зеленого в красный, тогда она будет медленно переходить из зеленого в красный. 0, это направление, то есть, по которому оно будет возрастать. True, вот это вот первое True, это показывает ли, вот это, я думаю, показывает ли вот это вот, а второе True, это показывает ли вот границы. Ну что ж, думаю, давайте-ка проверим, как это все у нас теперь работает. И вот, как видите, Draw Self мы нарисовали себя, то есть, и теперь мы двойное ускорение влево, и оно, как видите, у нас работает. И, как видите, шкала вот тут вот очень меленькая. Давайте я ее постараюсь сделать побольше. Так, давайте-ка сделаем ему 100 на 20. Вот у нас холтбар вот такой вот, и как только я ускоряюсь, как видите, полоска уходит, как только я просто хожу, а полоска обычно, и если я бегаю и сталкиваюсь со стеной, то, как видите, полоска не изменяется. То есть, способ с полоской, то, что проверять на наличие скорости вместо нажатия клавиши, то это удобнее, чем нажатие клавиши. Да, то это удобнее, потому что мы тогда проверяем еще можем ли мы, если мы двигаемся. Ну и, как обычно, если у нас стамины нету, то мы переходим в обычный бег. Вот так вот здорово. Теперь у нас есть такая вот системка со стаминой. Это очень здорово так для тех, кому это надо. Ну что ж, я надеюсь, я вам помог. Всем до новых встреч, всем пока, увидимся. И одно хочу сказать. Как вы подумаете насчет того, чтобы сделать в будущем стрим на тему создания какого-нибудь проектика с геймейкером? Не знаю, насколько это будет скоро, но я думаю, что я сделаю это в будущем. Напишите в комментариях и до новых встреч. Всем пока, увидимся. И всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok